Короче, Бриджит Дрискл, первая в истории жертва автомобильного наезда. Первый в мире автомобиль был создан в 1886 году, а первое в мире дорожно-транспортное происшествие, а именно наезд на пешехода, случилось через 10 лет, в 1896 году. Первый автомобильный наезд со смертельным исходом был зарегистрирован в лондонском парке Crystal Palace 17 августа 1896 года. Парк в лондонском пригороде уже тогда был излюбленным местом гуляний и развлечений. Вот сюда-то и приехала полюбоваться на танцевальный фестиваль с дочерью-друзьями 44-летней англичанга Бриджит Дрискл. На ее беду в тот же день некий Артур Этсел, сотрудник англо-французской компании моторных экипажей, давал показательные выступления на невиданном самодвижущемся агрегате, катая на нем за умеренную плату всех желающих. Название машины, созданной в одной из лондонских мастерских, не сохранилось. Скорее всего, его просто не было. Так вот, тот самый Этсел наехал на Бриджит Дрискл на одной из парковых аллей. По словам свидетелей, автомобиль ехал с огромной скоростью, аж 4 мили, или примерно около 7 км в час. Удар пришелся в голову, и бедняга скончалась в считанные минуты. Расследование показало, что Этсел для пущего блеска демонстрационных выездов потянул приводной ремень, вдвое увеличив скорость экипажа с 2 до 4 миль в час. Ко всему прочему, в момент наезда он развлекался беседой с милой барышней, сидевшей рядом с ним, и леди на аллее просто не заметил. Водительский опыт Этсела насчитывал 3 недели. Недостаток опыта, отвлекающий факторы превышения скорости – все это главные причины автокатастрофы по сей день. После 6-часового разбирательства первого в истории ДТП со смертельным исходом, жюри присяжных постановило, что это была случайная смерть, и против Этсела и компании уголовное дело возбуждать не стали. На разбирательстве Коронер заявил, это никогда не должно больше повториться. С тебя лайк и подписка.